А сейчас новости спорта от Евгения Яршова. Добрый вечер, Евгений, тебе слово. Здравствуйте. Наш спортивный обзор через несколько секунд. Около двухсот участников собрал открытый кубок столицы Коми по тейквондо. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 9 до 36 лет из Сыктывкара, Ухты, Усинска и Кирова. Программа выдалась насыщенной. Она включала в себя личные и командные состязания, спарринги и выполнение формальных комплексов упражнений. Эти соревнования являются завершающими в этом году, в этом сезоне спортивном. Они подводят итоги года и будут, как говорится, самыми последними, самыми заключительными. Следующий этап – это чемпионат мира, который пройдет в Лондоне. Анатолий Чиканчи поделился. Наши спортсмены к чемпионату мира готовы. И вполне могут рассчитывать на медали, в том числе и высшего достоинства. Республиканский стадион в минувшие выходные принял легкоатлетов из Усть-Вымского, Карткировского, Сысельского районов, Ухты, Воркуты и Сыктывкара. Более ста спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Коми по легкой атлетике. Я хочу выделить это, конечно, старших. Результаты хорошие. И сами видели по забегам. Приход очень такой в грудь-грудь идет. И старшее поколение у нас очень сильное. На чемпионате лидировали хозяева соревнований. Они же стали первыми в общем зачете спартакяды, городов и районов Коми. Серебро у Сысельского района, бронза досталась представителям Усть-Вымского. Там же, на республиканском стадионе, прошел интересный товарищеский футбольный турнир. Новая генерация сразилась со сборной СМИ и командой болельщиков клуба. Несмотря на товарищеский статус поединка, игра вышла зрелищной. Особо отличился своим старанием заместитель главы Коми Константин Рамаданов, который тоже вышел на поле в составе генерации. Я думаю, что для популяризации мини-футбола, скорее всего, так. И так, для болельщиков все-таки. Они за нас ходят, болеют. Мы как бы не остались в стороне и решили сделать для них праздник, поиграть сегодня. По итогам турнира первое место, конечно же, досталось профессионалам своего дела – новой генерации. На втором – сборной журналистов. Третьими стали болельщики клуба. В столице Коми около трех тысяч человек посоревновались в спортивном ориентировании. Российский «Азимут-2013» собрал представителей Сыктывкара, Сыктывдинского, Каркиросского, Ударского и Усть-Вымского районов. По словам организаторов, количество участников этого массового старта каждый год растет. В 2007 году мы впервые провели данные соревнования, и старт был дан на площади, на Стефановской. Ну вот это уже седьмой раз мы проводим соревнования, то есть мы уже с территории города ушли, решили приблизить максимально к виду спортивного ориентирования, то есть ориентирования именно в лесу. Ни дождь, ни прохладный ветер участников соревнований не остановили, и как нам показалось, даже добавили спортсменам интереса и азарта. И это все новости к данному часу. Увидимся в 21.30. До встречи.